В эфире выпуск международных новостей в студии Жанна Мамилова. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. Совет Безопасности единогласно принял резолюцию, которая на год продлила миротворческую миссию ООН в Афганистане. В рамках визита в Италию Мануэль Макрон провел переговоры с премьер-министром Джузеппе Конте и президентом Серджио Мотореллой. В 69 селах Кыргызстана теперь есть питьевая вода. Совет Безопасности единогласно принял резолюцию, которая на год продлила миротворческую миссию ООН в Афганистане, передает НТД-ТВ. Этому предшествовали долгие и сложные переговоры. Китай грозил наложить вето на документ, поскольку в нем не упомянули инфраструктурный проект Пекина «Один пояс и один путь». В подобных резолюциях 2016, 2017 и 2018 годов об этой инициативе упоминали как о важном проекте по налаживанию торговли. Однако США объявили, что больше не позволят использовать такую формулировку. Проект подготовили Германия и Индонезия. Чтобы резолюцию утвердили, было нужно не менее 9 голосов «за» и ни одного вето от США, Китая, Франции, России или Великобритании. Миротворческую миссию ООН основали в 2002 году. Она поможет Афганистану подготовиться к выборам 28 сентября и продолжит продвигать мирные переговоры правительства с Талибаном. В стране остается 14 тысяч американских военных, а также тысячи солдат из других стран НАТО. Положить конец кризису в отношениях между Парижем и Римом, выстроив диалог с новым итальянским правительством. Такую цель поставил перед собой президент Франции, сообщает Евроньюз. В рамках своего однодневного визита в Италию Эммануэль Макрон провел переговоры с премьер-министром Джузеппе Конте. Главная их тема и предмет давних споров двух стран – миграция. Французский лидер признал, существующий механизм приема мигрантов неэффективен. Необходима более совершенная система автоматического распределения мигрантов по всему Европейскому Союзу, говорится в совместном заявлении сторон. Также переговоры со своим французским коллегой провел президент Италии Серджио Моторелло. Им предстояло обсудить вопросы климата и экономики Евросоюза. Официальный визит президента Франции Эммануэля Макрона в Рим знаменует возвращение Италии на европейскую сцену, но также его цель – формирование стратегического альянса. В 69 селах Кыргызстана теперь есть питьевая вода, сообщает телеканал МИР24. Это стало возможно благодаря проекту ТАЗА-СУ. Он работает по всей стране и переводится как «чистая вода». В планах обеспечить водой все населенные пункты республики. Президент Саранбай Женбека встретился с чиновниками, которые рассказали о ходе работ. По их словам, в декабрю вода появится еще в 44 селах. А во всех населенных пунктах республики водоснабжение появится до 2023 года. На совещании уделили внимание и ирригационным системам. Два объекта уже готовы, на 14 идет реконструкция. Всего планируется восстановить 46 станций. В итоге 65 тысяч гектаров будут обеспечены поливом. Сотни человек получат работу. Национальный родительский комитет обратился в Министерство просвещения России. Они просят не вводить обязательные ЕГЭ и ОГЭ по иностранному языку, пишет Правмир. В обращении говорится, что выбор ЕГЭ должен быть добровольным, так как Россия является великой независимой страной, а не колонии. В письме отмечается, что многие родители не представляют, как их дети будут сдавать обязательный экзамен по иностранному языку. Сотни школьников Шотландии узнают больше о христианской вере с помощью новой инновационной программы «10 главных библейских историй», которая расскажет о новом Ковчеге, Давиде и Голиафе и притчах Иисуса. Программа предназначена для всех общеобразовательных школ Шотландии, даст детям понимание основ христианской веры, направит к уважительному и вдумчивому пониманию влияния религии и веры на мир, в котором они живут. Уроки помогут детям открыть для себя христианство и задуматься о собственных убеждениях и ценностях. Программа «10 главных библейских историй» также тесно связана с существующей школьной программой и включает в себя обучение на открытом воздухе, театрализацию и творческие задания. Программа сопровождается произведениями искусства, специально предоставленными шотландским библейским обществом. Китайские католические священники рассказали о том, что власти страны заставляют их цитировать Конфуция. В проповедях сообщает портал Викторис со ссылкой на «Седмицу» и «Христиан Хедлайнс». Идеи Конфуция сведены в книгу «Лунь-Юй». В англоязычном мире она также известна как «Аналекты Конфуция». По сообщению правозащитной организации «Битого винта», чиновники Государственного бюро по религиозным отношениям в провинции Хэнань распорядились, чтобы священники трех церквей в районе Юджоу подготовили тексты проповедей на тему «Перекличка аналектов и Библии», руководствуясь учебным пособием, широко изданным в Китае под этим названием. В своих проповедях пасторам надлежит проводить параллели между доктринами христианского вероучения и конфуцианства. Три церкви – это протестантские конгрегации, прошедшие процедуру регистрации местными властями. По распоряжению властей во многих храмах трех церквей развешиваются наглядные таблицы с подобными сомнительными сопоставлениями мысли аналектов с библейскими заповедями. В Ватиканской аптеке появился робот, который значительно облегчает работу фармацевтов. Автоматизированная система BDROVA призвана произвести настоящую революцию в управлении, хранением и продаже лекарств, передает благовость инфо со ссылкой на Ватикан-Юз. Как пояснил в интервью ассерваторе Романа директор аптеки, на аптечном складе хранится более 40 тысяч препаратов, и фармацевты ежедневно обслуживают более 2 тысяч клиентов. При этом ее персонал очень немногочислен. Благодаря роботу будет сведен к минимуму процент ошибок при отборе препаратов, а также будет осуществляться более тщательный контроль за сроком годности. Кроме того, он позволит на 30% сократить время ожидания покупателей в очереди, поскольку фармацевты теперь не должны сами заниматься поиском нужного лекарства. Десятки тысяч христиан Эфиопской православной церкви устроили протесты в Адис-Абебе в штате Амхара на севере Эфиопии. Это произошло после поджогов храмов и нападения на христиан, пишет Благовестинфо со ссылкой на российскую газету и эфиопский новостной портал Езега.ком. Правительство не обращает внимания на неоднократные нападения на православные церкви, в ходе которой храмы оказывались разграблены и сожжены, а священнослужители убиты группами вооруженных людей, заявили демонстранты. По их словам, после прихода к власти весной 2018 года премьер-министра Абия Ахмеда Али было сожжено более 30 православных храмов, большинство в столице региона Сомали, на востоке Эфиопии. Манифестанты намерены продолжить акции, пока правительство не примет действенных мер по защите христиан. Эфиопия считается одним из самых древних из ныне существующих христианских государств. На этом у меня все. Смотрите больше новостей на нашем сайте www.tbndfistv.com. А я с вами прощаюсь. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон» «Симон»